мы нищие и многих обогащаем это наша власть мы нищими себя называем не потому что у нас ничего нет а потому что мы сделали дистанцию мы отрешились мы сказали да это все ерунда управление номер один ты поставлен на управление поставлен как сын на которому поставили печать на лбу раздавать хлеб жизни это сын который не говорит да мне козленка сын который раздает этих козлят назначает урочное служанкам меру хлеба выделяет мне не нужен миллион долларов не нужно миллион возможностей процветания не здесь процветание здесь я хочу чтобы ты знал единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание привет друзья привет 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 мы снова на нашем курсе многогранного процветания меч соломона сегодня очень очень особенный урок во второй половине нашего урока я буду молиться и открывать портал соломона прямо в твоем бизнесе что это такое я буду сейчас объяснять но прежде чем я это буду делать мои друзья вы можете приготовить причастие в конце мы будем это делать потому что какой может быть вообще портал без крови христа без крови животворящего духа которая наша есть кровь и самый главный портал путь крови и друзья вы можете на этом месте поставить на паузу сходить приготовить причастие вернуться но я продолжу включите меня когда приготовить мое служение вообще друзья я хочу сказать что сегодня я готов высвобождать благословение сегодня готов буквальном смысле слова наделять обогащать и благословлять все твое финансовое начинание твой успех именно для этого этот урок предназначен как я уже сказал в конце я буду молиться чтобы в твоем бизнесе открылся этот мощный портал который мы называем храмом источник силы могущества наделяющих всех вокруг кто только будет соприкасаться с твоим делом бизнесом предпринимательством там как хочешь это называть и даже если ты еще не начал бизнес если у тебя нет своего дела то ты можешь это делать как начало именно как начало как еще только планируемый бизнес который есть только в твоей голове или просто даже желание и ты хочешь начать с храма начать с источника чтобы потом у тебя появлялись идеи потому что забегая вперед мы будем говорить об этом следующих уроках соломон не разбогател просто потому что храм построил но начал именно с этого потом он начал что-то делать и мы тоже к этому придем вы будете удивлены даже у нас будут такие настолько практические задачи в уроках что я иногда даже с трепетом молюсь и думаю хоть бы все это перенесли потому что знаете вот у верующих все-таки теоретическая часть она как греческий дух иногда она преследует мне иногда пишут наши ученики курса и говорят ну вот я уже пять уроков прослушал что-то денег не видно мне даже как будто хуже стало там найти вот такие вещи или там три урока я помню даже такие вещи были вот уже три урока просмотрел что-то тут ничего движухи нету боже мой мой совет друзья мои только один настройтесь радикально настройте здесь нет никакой воды это все работает как минимум в моей жизни и хочу сказать что я как я обещал я учусь вместе с вами у меня происходит сейчас жизни очень удивительные вещи не время еще свидетельствовать но поверьте я настроен очень серьезно настроен вообще радикально и я даже думаю что надо уже пора найти осваивать миллионы на миллиарды и так далее поэтому друзья мои если даже у вас сейчас вот вы в таком состоянии что ну где где же деньги вот я на меч соломона учусь там и все самое главное не мыслить поверхностно погружайтесь просто дайте своему сознанию усвоить этот образ мыслей потому что явление начнется когда образ мыслей начнется если вы помните что иоанн креститель он как предтеча был послан и вле перед явлением и господь явился но перед ним был послан иоанн креститель как предтеча чтобы образ мысли людей пришел соответственно это называется уравняйте пути и когда вместо вот этого знаете уравнивание путей человек находясь в хаотичном сознании там в панике что вот прямо сейчас мне какую-то дырку заткнуть друзья мои ну ведь дырки у вас возникали возникли не вчера и не сегодня они длились годами но сегодня посмотрев два урока вы говорите ну и где же ответы там ну некоторые так говорят хотя свидетельств миллион там и ну я радуюсь каждый день что их десятки просто идут 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 эти свидетельства и маленькие и большие и дома и квартиры уже есть ну ну просто но есть конечно те у кого еще что-то там не происходит и они пытаются ответственность за двадцатилетние неудачи свалить на три урока меч соломона шумол не происходит это у вас не происходит двадцать лет сейчас все что вам нужно понять что вот на курсе меч соломона происходит все я вам сегодня сижу перед вами как свидетель живой верные истины что все происходит вот у меня все происходит и самое главное что это происходит параллельно с курсом меч соломона и ну просто реально открывается целый мир которым я еще даже сам но не был если так можно сказать поэтому все что я здесь делаю работает я буду это преломлять и раздавать сегодня очень ответственный день прямо праздник потому что я приравниваю этот урок к тому явлению когда соломон построил храм и явилась слава господня осеняющий храм как я уже в прошлом уроке говорил что она свалила там с ног священства и соломон когда эта слава сошла он молился его молитва это вообще она достойна реально отдельного изучения это практически она эта молитва очень схожа с молитвой иисуса за оставляемых учеников он молится конкретно за них чтобы они были успешны чтобы мир их не поглотил и соломон молится за людей говорит как будто бы он на свою миссию выполнил храм построил вот он сейчас отходит в сторону потому что соломон не служил как священник в этом храме и горит я отхожу в сторону но люди которые будут здесь пусть они имеют ответы пусть они имеют все на свете ну короче почитайте эту молитву это домашнее задание к этим последним двум урокам девятый вот этот десятый и в принципе мы сегодня вот я приравниваю этот урок к вот этому событию которое произошло в храме что я буду делать сегодня буквально мы с тобой вместе войдем в твое дело в твои планы может это еще не бизнес но бизнес-план но классно если ты бизнесмен тебе будет с этой молитвой вообще войти к себе вместо принятия решений офис рабочее место какое-то где ты все делаешь по бизнесу может открыть интернет кабинет там какие-то кошельки там кто там я знаю что у нас стали много заниматься криптовалютами и там прямо кто успешно кто неуспешно вот но тем не менее если это твой и твой род деятельности то тебе надо вот сесть открыть все все там все твои ресурсы и включить меня прямо вот включить эту молитву взять причастие прямо осталось если ты сегодня будешь со мной молиться но потом ты придешь на работу ну на офис прямо приди туда во время когда там может сотрудников не будет если у тебя и штат или приди если ты там например там на рынке торгуешь приди на то место или останься после рабочего дня включи эту молитву и помолись сам и прими там причастие вот мы сегодня будем это делать в духе а ты сможешь это сделать еще раз если надо несколько раз на работе вот и это очень важно именно когда слава божья будет течь во время нашей молитвы ты будешь молиться и я буду вести тебя мы будем с тобой стоять как единый портал ты и я как ворота как дверь помните кто проходил курс домашний портал вы должны этим инструментом владеть и конечно же бурная прямо высвобождение славы она будет благословляет твое царство для твое управление многие люди кто связаны с тобой клиенты заказчики твои сотрудники они все будут благословляем и попадать в эту атмосферу я тебе даже заранее уже скажу что я буду молиться чтобы а к тебе шли желающие иметь с тобой дело как соломону шли люди цари с дарами послушать его мудрости вот они знаете когда слушали его мудрость у них возникало вот это чувство которому я вас учу чувство прибыли и к тебе будут приходить люди уходя от тебя с чувством прибыли даже если это не будут деньги они будут чувствовать что они ну как получили что-то что им надо с тобой иметь дело вот от тебя будет пахнуть этой прибыли тянуть этой прибыли и и вот эта молитва она будет в конце как всегда это не будет молебен но это будет сильная созерцательная молитва когда мы с тобой создадим портал и я буду созерцать престол отца престол бизнеса почему я говорю престол бизнеса потому что бизнес это дело отец всегда при деле он всегда в управлении я буду созерцать этот престол и говорить какие-то слова которые будут буквально расширять вот этот портал в твоей в твоем роде деятельности я предупреждал друзья мои что это курс он как созерцательное путешествие это не какая-то экономическая грамота хотя здесь тоже это будет когда мы начнем говорить за коммерцию там и за разные вещи я буду говорить о некоторых моментах экономических это не будет сложно я верю больше в другое что мы должны знать экономику не учившись потому что если мы идем учиться экономическое образование это неплохо экономическое образование это круто но тогда все объясняется тем что ты грамотный что ты ученый тогда уже это возникает то есть я не против обучения но должно быть видно что ты преуспеваешь не из-за обучения кто-то может сидеть по ту сторону экрана и говорить этот яковишин какие-то там эти духовные там вещи что-то гонит там какой-то портал что там ты чего там вообще гонишь да но я хочу тебе сказать что если мы просто посмотрим как это сработает потому что в моей жизни это работает я не могу сказать всего но я хочу сказать что это работает и другой человек который может быть имеет экономическое образование он не так преуспевает например как я почему потому что мое служение я знаю это на сто процентов я не стесняюсь об этом говорить как я обучился у Павла хвалить свое служение вот я хвалю свое служение я хочу сказать что мое служение я настаиваю на этом что это благословение для окружающих великое благословение для окружающих у меня есть власть быть источником и власть творить источники там где их не было и нет я молился об этом как я уже говорил в предыдущих уроках моя жажда в служении была такая не чтобы я был красавчиком хотя я и так красавчик да но мое главное желание было чтобы как я еще раз еще раз говорю потому что это надо для тебя для твоего служения для бизнеса главное желание чтобы всякий кто соприкасается со мной соприкасался с успехом от него исходила сила и это была сила которая исцеляла не просто тело она все исцеляла от него исходила сила которая наделяла всех обогащала всех которая давала способность приобретать богатство вот такая сила сила быть успешным сила просто сиять в успехе наслаждаться успехом сила творить успех вот такая сила исходит из нашего служения мне дано это я очень счастлив прямо я в восторге от отца когда я вижу что он сотворил с моей жизнью и поэтому я говорю как сын божий иди ко мне и пей потому что когда ты будешь пить здесь будут пить потом твое потому что в тебе образуется источник у меня есть власть творить этот источник и это власть не какая-то которую я на себя натянул это власть сына божьего данного данное мне по природе кто-то может сказать ну я тоже сын божий у меня тоже есть такая власть конечно но есть как мы говорим сыны открытые есть сыны еще скрытые поэтому всегда скрытые должны идти к открытым пить у них и становиться открытыми это то что происходит у нас точно так с преуспеванием иди сюда здесь преуспевание здесь открытое преуспевание причем оно открывалось даже во многом на твоих глазах и просто бери пей ты точно будешь тоже открывать и будешь открыт точно так как явление чем оно отличается присутствие от явления потому что присутствие оно по умолчанию везде как я уже говорил это а явление это оглашенное присутствие знаете вот когда царь входил объявляли его имя звучало вот как Господь когда решил явить свою славу своему помазаннику да он говорит я объявлю имя иеговы провозглашу его вот это царский ритуал когда провозглашается имя и вторгается присутствие то есть объявленное присутствие явление объявленное Иоанн говорит уравняйте пути Господь идет то есть он уже провозглашал говорит а кто идет вообще он говорит да у него в одной руке лопата и он вас будет крестить духом и огнем это не та лопата которая ну копать надо говорит это та лопата которая разделяет поправляет корону кому надо вот поэтому точно так как к Иоанну крестителю выходили люди у него было свое дело ему нужно было подготовить Господу народ да приготовленный народ должен быть и Иоанн креститель он вышел и у него была такая же власть привлечения людей как у Иисуса и у одного и у второго работала молва Святого Духа и ангельское служение никакой рекламы никакой вообще там ну вообще никакого накручивания я стараюсь придерживать этого принципа я придерживаться я уже говорил об этом мы тоже минимально что-то рекламируем совершенно ну как бы делаем ставку на молву и люди там репостят люди что-то распространяют люди друг другу советуют вдохновленные услышанным пережитым к чему я это говорю бизнес он всегда связан вот при успевании всегда связано с клиентурой заказчиками и знаете люди иногда вкладывают в рекламу ну знаете как такое выражение бешеные деньги просто сумасшедшие деньги вкладывают в рекламу иногда на выходе почти ничего нет знаете на заре своего служения я пытался так делать мы платили за рекламу в интернете я смотрел что на выходе и мне просто смешно было я просто отказался от этой идеи мы сейчас не платим вообще никакой рекламы за раскрутку уже давным-давно вот сколько вы меня знаете там последние несколько лет мы не платим за рекламу хотя мне предлагали но я не делаю это я делаю ставку на молву святого духа в бизнесе это тоже работает сегодня я когда буду преломлять это это я буду преломлять на твой бизнес чтобы к тебе шли просто по слуху знаешь издалека как соломону просто чтобы почувствовать вкус прибыли прибыв просто на твой офис в твой там какой-то сайт ну то есть в любое место где обозначено твое святое присутствие и поэтому друзья мои это наша власть это наша сила сегодняшний урок он будет очень-очень центральным очень ключевым потому что он будет практически началом твоего дела я не боюсь этого я сегодня буду говорить о своем служении как о служении источники которое несет с собой силу открывать источники силу тебя наделять я буду смело говорить о взаимодействии тебя со своим служением как с источником и конечно все время возникает может возникнуть такая ну мысль что ну твоё служение не единственное на всей земле я этого не говорю я не отвечаю за другие служения я призываю взаимодействовать со мной именно потому что я отвечаю за то что происходит у меня легче конечно мне отправить кому-то другому потому что все что там будет происходить если у тебя будет жалоба что-то моё там не работает это не мои проблемы вообще у меня здесь все будет работать я кстати советовал и советую мы еще приступим к экономическим моментам я хотел бы чтобы вы начали потихонечку на этом курсе регистрировать свои доходы для чего это нужно делать мы этому еще поучимся для того чтобы когда пройдут пройдут месяцы возможно там ну в течение года чтобы ты через год сел и реально мог сравнить что ты имел сейчас и что ты будешь иметь через год при условии при условии что ты будешь жить в том что я говорю и это не сложная вещь итак друзья мои явление и храм я хочу еще продолжать вносить ясность в этот вопрос чтобы все выстраивалось как положено в твоем сознании в твоем созерцательном ресурсе у нас есть созерцательный ресурс друзья мои это то что мы видим как все устроено именно для этого нам нужен образец Соломона заметьте что специально чтобы у тебя не возникало оторванность от нового завета я постоянно провожу параллели что Соломон это яркий прообраз один из ярчайших прообразов Иисуса из Назарета Сына Божьего который явился и практически он делал все то же самое только это было со ставкой на невидимые вещи вот как мы знаем что все видимое все образы они потом говорили они были для того чтобы это потом говорилось в Сыне то есть все что в Ветхом Завете приводились образы во всем этом проявился Сын Божий конечно Иисус из Назарета он не мог демонстрировать Соломоновые богатства вот это преуспевание там золото потому что у него миссия была конечно лики этого он явил вы знаете что он не был там не бедным не нуждающимся он всегда вот так все раздавал но его целью не было показать преуспевание там в торговле в бизнесе поэтому он этим не занимался но если ты хочешь увидеть послушайте внимательно что бы было если бы Иисус занимался всем этим посмотрите на Соломона я еще раз это повторяю Иисус не мог заниматься в силу того что он пришел совершенно с другой миссией но тем не менее ему нужно было обозначить что Соломон это образ о нем конечно он какие-то вещи о преуспевании показал там рыбы с монетами там уловы преломления хлебов там и и и так далее он это показал ну например Иисус не занимался торговлей он не занимался строительством физического храма но если вы бы хотели узнать как бы это было если бы Иисус из Назарета взялся за это посмотрите на Соломона вот для этого этот образ и есть это распакованные образы того что делал бы сын следующее если бы вы хотели узнать что бы было если бы Иисус из Назарета решил воевать посмотрите на Давида вот именно так бы он все делал за исключением некоторых моментов потому что все таки Иисус это Иисус да и так далее и так далее то есть о посвящении о каких-то вещах то есть за свои три с половиной года служения Иисус не мог брать ну только одну какую-то роль ему нужно было явить все и полнота была явлена но полноту которую ты хочешь увидеть в каком-то отдельном вопросе она распаковывается в его образах в Ветхом Завете это круто вообще именно эта связь Нового Завета и Ветхого она мне так нравится поэтому когда мы говорим за храм храм это теперь друзья мои я еще раз повторяю это из восьмого урока под словом храм теперь называется явление потому что написано последнее упоминание о храме что храма я не видел говорит но Господь был вместо храма это означает что проявленный Бог вот давайте прямым текстом не просто в целом Бог а проявленный Бог везде где проявляется реально это демонстрация храма там собираются люди там начинается процветание там начинаются ответы там исцеление вот проявленный Бог это и есть храм и поэтому друзья мои кто-то может сказать что так а в том месте где не проявляется Бог не является храмом является но люди об этом ничего не знают без явления никто вообще не узнает что где-то есть Бог что славы Господней полна вся земля мы читаем об этом Ветхом Завете но посмотрите на землю и мы не можем сказать глядя просто физическими глазами что славы Господней полна вся земля но везде где открываются сыны там это да и аминь для всех очевидно именно поэтому тварь и стенает поэтому храм друзья мои я хочу чтобы четко это усвоили это явление Бога явление Бога очевидно для всех людей это является демонстрацией храма последнее кто-то спрашивает что такое последний храм и кто-то может сказать ну храм это я это правильный ответ потому что ну во-первых ты Бог кто не смотрит наши видео об этом посмотрите сын это воплощение Бога но и не только когда проходит например какое-то массовое служение или вообще есть вот служение как наше которое производит явление духа и силы открывает сынов это храм и храм потому что Бог постоянно проявляется точно как не по книге откровения это и есть последний храм последний храм это где Бог проявляется потому что каждый сегодня на себя друзья мои может показать сказать я сын Божий я храм и Библия говорит тела ваши суть храм ну одно дело это сказать а другое дело показать и поэтому друзья мои если ты просто скажешь что ты храм это еще не значит что у тебя ну к тебе понесут деньги к твоим ногам ну как написано что принесут там славу свою цари принесут нет они написано придут к восходящему от тебя сиянию именно восходящее сияние делает понятным где храм и поэтому сияние друзья мои это слава это успех когда люди видят успех то они всегда хотят в этом участвовать и как правило они хотят в этом участвовать деньгами потому что деньги это сегодня их успех вот они в чем-то были успешны ну чуть-чуть получили какие-то деньги может хорошо работали или там хорошую пенсию получат потому что хорошо трудились всю жизнь даже вот такой маленький да они хотят это связать с успехом потому что внимание подобное соединяется с подобным успех соединяется с успехом вот так взаимодействует явление Божье которое называем мы храмом и золото золото забегая вперед тоже скажу что если мы говорим за золотой город вы заметили что это город над которым вот это восходит сияние храма там нет потому что Господь храм проявленный обитает посреди золота каким-то удивительным образом явление Бога всегда связано с золотом и самое интересное что все цари которые узнают это сияние написано они хотят туда вложиться знаете почему каждый из них знает что в этом сиянии вот в настоящем Божьем сиянии воровства нет никто ничего не гниет там не ржавеет и сам Иисус он говорит что в небесном ничего не ржавеет ничего не пропадает вор не подкапывает и поэтому все хотят иметь с этим дело зная что это не пропадет и таким образом все золото оно собирается вместо явления Бога это идеальная картина царство и поэтому когда я сегодня хочу чтобы золото которое есть у народа Божьего которое есть у сынов и вообще друзья мои я хочу чтобы наше служение оно было таким таким явлением таким храмом и оно все больше и больше проявляется связав с которым свое золото люди увидят разницу с удовольствием будут приносить с удовольствием будут даже знаете вот как я в свое время вырабатывал себе это чувство когда я чувствовал что я считал за месяц не столько сколько я заработал себе а столько сколько я вложился в это явление мне это доставляло намного больше удовольствия и исходя из этого действительно что-то росло в моей ну жизни и сейчас это особенным образом проявляется итак друзья мои явление Бога это храм последнее что что названо храмом в Библии это сам Господь явление его сияние восходящее над золотым городом привлекает туда золотые ресурсы успехи славу царей репутацию все чем славится вообще может этот видимый мир итак скажи сегодня со мной явление Бога это храм и явление Бога и золото всегда связано золото там где явление цари принесут и сегодня друзья я когда говорю за свое служение и даже говорю о том что связавшись с этим служением ты будешь преуспевать ты увидишь точно так как является дух и сила открываются сыны точно так в твоем бизнесе будет это являться открываться то есть это вообще не проблема этого не может не быть просто не мы говорим о явлении и поэтому когда мы говорим о явлении это явление коснется и касается и будет проявляться в деле которое ты делаешь представляют что в эти вещи я построил храм сов и он вкладывался в это, вкладывал весь ресурс, написано, он расточил, раздал, и явление наполняло его служение, точно так апостол Павел, он говорит, для чего мы ежечасно подвергаемся бедствам, если мертвые не воскресают, то есть ради явления воскресения он отдавал не просто там деньги или еще что-то, а более серьезный ресурс, это свое тело, свою физическую жизнь, то есть даже те открытые сыны, включая апостола Павла, они все равно вкладывались в это, он говорит, я охотнее буду раздавать свое, поэтому по сей день, несмотря на то, что я, например, в своем служении, я не бедный человек, и благодарю всех, кто там поддерживает еще что-то, тем не менее, я всегда ищу возможность для славы во что-то вложить, что-то приумножить, я сам себя иногда спрашивал, зачем я пересылал деньги там своим, ну по сути, критикам, служителям, которые на меня гнали, сторонились, что-то втихаря за спиной говорили, шушукались, отец мне просто говорил, что хорошая возможность тебе туда послать свои деньги, я говорю, они на меня гонят, он говорит, ну я все, представляете, для чего я это делал, и я слышал, как отец верит, друзья мои, он верит, что в их жизни, в их служении, что их жизнь, их служение предназначено для явления Бога, и я потом сам себе думал, а может он являть Бога, но заблуждаться в отношении меня, ну например, гнать на меня, но хотеть явить Бога, и сам себе ответил, может, и со мной такое случалось, и я пересылал им деньги только потому, друзья мои, не для того, чтобы с ними что-то иметь, мне с них толку было, как с козла молока на самом деле, и пересылал деньги для того, чтобы они продолжали являть Бога, вот какие-то их служения, что-то они делали такое, что отцу не то, что даже нравилось, а ему это было надо, как мы в прошлом уроке говорили, для чего Богу твой бизнес, а служение для чего, я понимал, что эти люди, они очень хотят являть Богом, очень хотят этого явления, очень хотят, и у них даже что-то происходит в служении, и иногда и немало, но они на меня гонят, меня не узнали как Сына Божьего, и все равно я посылал им деньги, почему? Ну потому что, находясь, вот я как глава служения своего, мне, например, присылают какие-то пожертвования, но это же не значит, что я сижу только и собираю пожертвования, я тоже хочу куда-то что-то давать, потому что я знаю, что это работает, у меня тоже есть портал, процветание, я не хочу, чтобы он сужался, поэтому постоянно я сталкиваюсь с каким-то моментом, куда можно высвободить, и это разные моменты, я очень Вадим в этих вопросах, потому что, когда я иногда такие вещи говорю, потом мне начинают там писать, что дайте денег, вы же там сказали, нет, я так не делаю, я сам не клянчу, ничего не выпрашиваю, и не люблю, когда так делают, но все равно слышу, и поэтому, друзья мои, смотрите дальше, золото и явление, Иисус говорит, есть религиозный ум, который заблудился, и он поставил золото выше храма, смотрите, как это выглядит, фарисеи говорили, ну что, если там ты что-то сделаешь с храмом, то ничего, но если с золотом храма, прощения нет, Иисус им отвечает, Матвея 23,17, безумные слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Иисус говорит, что храм освящает золото, Иисус не говорит, знаете, вот как, не говорит о том, что принеси деньги в этот построенный храм, и ты увидишь, как освятится золото, Иисус движим образом небесного, он говорит, он-то знает, прекрасно знает, что явление, вот Бога явление, оно всегда в золоте, то есть оно не бывает без золота, ну об этом говорит золотой город, почему именно золотой он выбрал, ни невзрачный какой-то, ни землянку, ни хлев там, ни ясли какие-то для скота, это было начало, но это не было концом, конец всегда золото, скажи со мной, конец всегда все равно золото, друзья мои, все начинается и заканчивается золотом, поэтому скажи сегодня со мной, это золото неизбежно, вот почему не нужно волноваться, потому что все началось в небесном Иерусалиме, в золотом, он матерь всем нам, и все все равно закончится только в нем, поэтому, ну, а у кого-то есть откровение, что и сейчас уже я здесь, поэтому золото неизбежно, поэтому рождение Сына Божьего сопровождалось дарами, явление сразу золото пришло, уход, вы знаете, что разбилось это масло, которое стоило кучу денег, Иисус сидел, знаете, иногда кажется, он там расточил, раздал нищим, но вот в этот момент он сидит, ему там что-то говорят о нищих, он говорит, нищие всегда, а я нет, и в этот момент он принимает на свой храм это возлияние, дико дорогое вообще, и эти моменты, они у него, как видите, чередуются, иногда он раздает, а иногда принимает это как поклонение, и в жизни Сына Божьего, вот в моей жизни, точно так это чередуется, иногда я безумно могу раздавать, напрягая всех своих родственников, детей, жену там, вот этим, вот этими жестами, а иногда я принимаю вот это масло на свои ноги, и говорю, нищие подождут, самое интересное, я заметил, что за нищими всегда жмоты прячутся, они всегда говорят, а вот лучше бедным, в итоге не дают они ни бедным, ни ноги маслом тебе не намажут никогда, но обращаю ваше внимание, что Иисус говорит, явление освящает золото, вот это причина, по которой все цари хотят свое золото разместить вместе явление, и явление это моя забота, в моем служении явление это моя забота, я ради этого создаю целые команды ходатая, пророков, развиваю все там дары, созерцания, чтобы только в нашем служении громыхало, или как минимум тихо текло, либо громыхало явление, поэтому мы развиваем служение свидетельств, все для явления, и как следствие, друзья мои, конечно, происходит процветание, как мы говорили в предыдущем уроке, что рос храм, но как только осветился и слава сошла на храм, моментально начал расти рядом интересный домик, по своей роскоши не уступавший храму, вот так я вижу в своей жизни, и так это будет в твоей жизни, почему, друзья мои, бизнесмены, цари, они хотят принести золото именно сюда, они хотят, смысл в том, ну кто-то скажет, а чего они несут, сияние должно взойти как следует, явление должно обозначиться с такой силой, чтобы не только верующие, присмотревшись, ну сказали, ну да, тут что-то есть, но признано было даже теми, кто Бога, ну не знает, они увидели это сияние, я скажу, что тут происходит, присмотрелись, вау, и размещают здесь свои деньги, как это размещают, это ну в другой раз, смысл, хотят, почему, еще раз говорю, потому что деньги становятся в безопасности, в этом сиянии никто не ворует, ржавчина не разъедает, ничего не портится, звучит как сказка, правда, но это правда, второе, всегда приумножается, никто еще не дал что-то в руки Сыну Божьему, чтобы оно не приумножилось, я сегодня говорю, никто ничего в мою жизнь не вложил каких-то денег, чтобы оно не начало работать, не может такого быть, не может, с момента, когда если ты что-то сюда вливаешь, ты просто, я вот прям вызов тебе бросаю, можешь садиться и фиксировать свои доходы, не может не сработать, знаете, у меня вот было такое переживание, когда я вот на днях рассказывал, когда я на своей работе, я работал в госструктуре жесткой, да, и пришел однажды к начальнику и говорю, я собираюсь учиться в библейском колледже, два года, учение, обучение будет такое, раз в месяц, на неделю, я на целый день, на все эти пять дней в неделю, буду уходить на сессию, то есть в течение двух лет, неделя в месяц будет с работы выпадать, я хочу учиться в библейском колледже, этот начальник говорит, да это невозможно, как ты раз в месяц, на неделю считай, в отпуск будешь уходить, что это за работа такая, я говорю, ну тогда я увольняюсь, мне тогда здесь делать нечего, сокращая все подробности, мне согласовали, сказали, иди просто без всяких бумаг, потому что мы не знаем, как доложить об этом руководству, генералам там этим, что ты будешь учиться в библейском колледже, и к чему я так рассказываю, спустя пару лет, когда я уже закончил это все, на меня создали давление, как на служителя, структуры там определенные, мной занимались из-за этого, и смысл в чем, что когда стали разбирать, как я работал вообще, будучи служителем в такой организации, моих начальников их стали вызывать и говорить, кто согласовал ему обучение в библейском колледже, кто, и они прямо там рвали и метали, то есть кто отпускал, кто позволил, что это вообще такое, здесь так нельзя, и все начальники знали, что если взять, что сказать, это я разрешил, ну это тебя сразу снимают, то есть голова полетит, это все, и поэтому никто не мог признать, они друг на друга там пальцами показывали, что-то там объясняли, и вот когда я эту историю рассказывал, мои друзья меня спросили, говорят, их никого не выгнали, ну вы, наверное, выгнали всех, я говорю, из тех, слушайте меня внимательно, из тех, кого ты дал мне, никто не погиб, кроме сына погибели, который сам в петлю залез, да, ну, я говорю, потому что люди, которые мне помогали, если бы они из-за этого пострадали, что это за слава вообще, если даже иногда кто-то идет со мной рядом и ужасается от страха, помните, как за Иисусом в Иерусалим, они и разбежались, но в итоге Иисус молится и говорит, из тех, кого ты дал мне, никто не погиб, я настаивал уже в те времена, не зная всего, что я знаю сейчас, я говорю, ну как, люди, которые мне помогли, не могут пострадать, есть люди, которые могут пострадать, если захотят, вот как Петр, он пошел на смерть и говорит, переверните вниз головой, я хочу этих страданий за него, и такие люди и в моей жизни были, зная, что пострадают, они вступались за меня или что-то делали, и это очень особенные люди в моей жизни, вот, и в остальном, если человек не хочет страха, он никогда в жизни не пострадает, так устроена природа Сына Божьего, и именно из-за этого фактора люди хотят иметь с тобой дело, они знают, что все будет хорошо, они чувствуют, что все будет хорошо, они чувствуют эту защищенность, что ржавчина не разъест, что никто ничего не украдет, и они хотят иметь с тобой дело, другое дело, что если это предатель, например, он сам в петлю залез, там, ну, тут уже я не виноват, потому что у предателей судьба очень тяжелая, написано, горе тому, кем предается Сын Божий, и я все всегда знаю, вот, люди, которые в моей жизни были предатели, я молюсь за них, это не помогает, у них все равно проблемы, это вопрос времени, и смотрите, говорим мы за золото храма, он говорит, золото освящается храмом, то есть это освящение намного больше, чем золото, вам, говорит, надо понять, что ценность явления, ценность храма не зависит от вложенных денег, не зависит, но золоту повезло, что оно освящается здесь, не храму повезло, что золото принесли, а золоту повезло, это самое лучшее место, куда можно вообще что-то размещать, амэн, и смотрите, друзья, к чему я это говорю, это не мотивация вливать в мое служение, это и так будет происходить всегда, потому что у меня есть обещание, что цари принесут сюда славу, не принесешь ты, принесет кто-то другой, это ну вообще не обсуждается, но есть у этого интересное явление, я хочу, чтобы в твоем бизнесе происходило вот это удивительное явление, чтобы несли туда инвестиции, заказы, приходили люди, как будто бы этот твой бизнес это храм, как будто бы это явление Бога, освещающее все вложения, все хотят дать тебе кредит, очень маленький, там, если банк, ну он не может просто так дать, да, он за процент, но всем, например, под 12%, а тебе под полтора, вот так примерно выглядит, а потом еще и скажут, что спасибо, вы наш уважаемый клиент, не надо проценты, возможно, даже такое, просто дадут какие-то суды, какие-то субсидии, там, вот я хочу, чтобы у твоего бизнеса, у всего, что ты делаешь, происходило явление, это вообще, друзья мои, происходило явление освящения финансов, как в храме, сейчас мы подходим и будем это делать, как это происходит, это значит, что ты занимаешься бизнесом, но приходя туда, там, в офис или в там, в какие-то свои ресурсы, сайты, там, еще что-то, ты открываешь это, и там царит Божья сила, ощутимая, как в золотом городе, сияние восходит, все хотят туда, к тебе попасть, и не потому, что ты такой умный там, это рулишь хорошо, нет, это явление, как в храме, знаешь, как классно, когда человек приходит к тебе на офис и чувствует себя, как в храме, я помню, меня когда-то наняли полеуправляющим, я базой целой руководил, и когда мой шеф, он инструктировал меня, он говорит, здесь должен быть порядок, он знал, что я служить, он говорит, как в храме, понял, я такой, думаю, круто мыслит вообще, да, как в храме, вот, конечно, у меня была своя забота о моем храме служения, плюс я пытался разрываться там делать, как в храме, в итоге я понял, что мне надо не искушать Господа, и я ушел в свободное служение, вот, да, уже не обслуживал этот офис, но опыт такой, да, когда тебя приводят и говорят, сделай, как в храме. И, друзья мои, смотрите, в твоем бизнесе это явление храмовое, явление Бога, оно вполне абсолютно реально, и с того момента, когда ты понимаешь, что твой бизнес, он служит храму, не только храм служит твоему бизнесу, потому что золото не важнее храма, нет. Друзья мои, если кто-то хочет открыть у себя на работе портал, и чтоб портал набивал кассу этого бизнеса, это неправильное мышление. Я всегда говорю некоторым взорвавшимся людям, я говорю, послушай сюда, ты не будешь использовать служение, это служение тебя использует, это единственная правильная позиция, точно так и твой бизнес не будет использовать храм, это храм будет использовать твой бизнес, поэтому изначально тебе надо вооружиться этим. Теперь я чуть-чуть скажу за свою работу. Все часто спрашивают, как мне уйти в полное служение, я вам сейчас скажу, мой опыт ухода в полное служение, Олечка знает это, я это раньше упоминал, я служил и работал все время, все время я служил и работал, мне не получало служение, не приносило мне никакого дохода такого, чтобы я мог не работать. Было ли моей мечтой заниматься только служением? Конечно, потому что я чувствовал, что я занимаюсь вообще не своим делом, когда я хожу на работу, но доходы не позволяли. И в один момент, когда меня спрашивали, где я работаю, я не всегда работал на таких местах, которые мне хотелось говорить вообще. Например, психушка, подавал трап к самолету, даже какой-то был период, там пару месяцев киповцем работал, там ходил по подвалам, эти счетчики там смотрел. Это была такая работа, которая мне говорить даже не хотелось, что я на нее хожу вообще. Кем ты работаешь? Там санитаром в психушке. Я думаю, только бы не спрашивали, где я работаю. А где ты работаешь? Да киповцем работаю, там в подвалах лажу. Думаю, кем ты работаешь? Да я троповщик. Гробовщик? Троповщик. А что это такое? Ну трап, трап. От слова трап самолет. Я все время маялся внутри, думаю, боже мой. И тогда я придумал маленькую хитрость. Оказывается, это была не хитрость, а мудрость. Она меня вытеснила со всех работ. Слушай меня внимательно. Однажды я понял, у Павла было ремесло, написано, похожее с кем-то, связанное с деланием палаток. Павел, его ремеслом, он умел это делать. Делать палатки. Но нигде никто никогда Павла, апостола Павла, не называл палаточником. Он как был апостолом. И все понимают, да это подработка, когда на еду там не было. Ну так случилось, бывает, но сын тоже в напастях случается у него иногда. Просто декорация, которую переждать надо, она пройдет. Его палаточником не стали называть. Я думаю, зачем я себя троповщиком называю? Зачем я себя санитаром называю? Зачем я себя называю каким-то там киповцем? Ну еще когда я стал управляющим, мне это прикольно было, потому что это пересекалось с моим откровением об управлении. И я стал говорить, когда мне стали говорить, где ты работаешь? Я говорю, я служитель. Говорят, а ешь ты что? Я говорю, ну я там подрабатываю. И всю свою работу, от санитара до там всех видов, что я попробовал, я стал называть подработкой. Точно как Павел свое палаточное вот это вот ремесло не называл своей работой. Он говорит, в любом письме он не писал. Палаточник Павел волей Божией пишет вам. Представлялся апостолом. И все понимали, что это его основной вид деятельности. Я думаю, зачем я представляюсь санитаром? Это же не мое, это просто временное занятие вот сейчас там. И друг мой, знаешь, что произошло? Мои слова, моя позиция выперла всю подработку из моей жизни. Полностью. Я наставил, это подработка, подработка, подработка. Это не работа, это подработка. И занимался служением. И в один момент прямо вот отец мне так протранслировал внутрь. Послушайте, он мне сказал, говоря подработка, ты тем самым подразумеваешь, что я тебя не обеспечиваю на основной работе, на основной твоим видом деятельности, которым ты занимаешься служением. И это выглядело так, как будто каждый раз, когда я говорю, у меня есть подработка, выглядело так, что служение, оно там ничего не приносит, поэтому приходится работать. И как ты делаешь стыдно своему отцу за тебя. И кто-то может сказать, ну зачем же делать ему стыдно? А ему нравится, что ты ему так делаешь стыдно. Он говорит, что ты сказал? Я тебя обеспечиваю плохо, мое служение не приносит тебе дохода. То есть, то явление, о котором ты заботишься, тебя не обеспечит. Я не согласен с такой позицией. Я говорю, я все равно буду это говорить. Папа, я все равно буду это говорить. До тех пор, пока я буду ходить на подработку, я буду называть это подработкой. Потому что полное служение, как бы я ни старался, мне не хватает денег. Просто я доволен, я благодарен, аллилуйя. Но не хватает. И несколько, если бы я имел такие откровения, как сейчас, в те дни, я бы говорил это еще интенсивнее, еще мощнее. Я бы прямо яростно ходил бы и всем говорил, знаешь, у меня есть подработка. И все бы удивлялись, зачем тебе подработка? А где основная работа? Я говорю, основное служение. Но пока что оно меня не кормит. Я бы специально так говорил до тех пор, пока отец бы не сказал, да замолчи. Все, бери все, что хочешь, только не говори это больше никому. Не позорь меня. Друзья, в этом есть юмор. Но что я хочу сказать? На самом деле, что я хочу сказать? Это очень важно. Когда у тебя есть свой бизнес, даже когда у тебя есть свой бизнес, тебе нельзя считать это, бизнес, зарабатывание денег основным видом деятельности. Это не значит, что если ты будешь его не считать основным видом деятельности, ты от него избавишься. Нет. Смотри, что будет. Когда ты говоришь, тебе говорят, кем ты работаешь? Ты говоришь, я бизнесмен. А чем ты занимаешься? Ну, например, там я продаю там поставки рыбы там делаю, да. И все знают, а ты рыбой занимаешься. И ты должен в этом номере сказать, нет, нет, я не рыбой занимаюсь. А чем ты занимаешься? Я занимаюсь инвестированием явление. Цель. Бизнес – это инструмент. Это как подрабо. Бизнес – это инструмент. Мой основной вид деятельности. Мне не нравится слово спонсирование. Мне нравится больше мощное слово инвестирование. Я инвестор. А во что ты инвестируешь? В явление Бога. Куда? А вот у нас есть небесная цивилизация. Вот там Андрей Яковишин, он такие вещи там двигается, нов открывает. Вот я туда инвестирую. Не обязательно. То есть я, конечно, не за то, чтобы склонить тебя инвестировать в меня. Если у тебя есть более достойные явления, вот эти храмы, куда инвестируют, пожалуйста. Мне сегодня даже не жалко, потому что когда я тебе это говорю, тем самым я преломляю и им тоже. Если ты вдруг решишь куда-то давать, где тоже есть явление, и там действительно, ну, как храм, цены открываются, это не проблема. С меня не убудет. Вот. Но само то, что ты слушаешь меня сегодня, говорит, что ты веришь в явление. Раз рассчитываешь получить, да, то ты веришь в это. Но если тебя отец поведет инвестировать в другое служение, где является, где является Бог, где демонстрируется храм, это круто. Никаких ограничений. Это тоже нормально. И поэтому смотрите, друзья, мы уже подходим к тому, что сейчас будем делать это. Изменение приоритета. Это и есть открытие портала. То есть до тех пор, пока твой бизнес является просто обеспечением тебя, ты ходишь на работу. Это все как у всех. Как Иисус говорил такие слова. Он говорит, что, ну, властелины этого века, они все там себе благотворят. Они все там заботятся о себе. А вы не так. Он говорит, поменяйте приоритет. Если ты хочешь, чтобы в твоем бизнесе являлся храм, ты должен знать, что твой бизнес служит храму. Он завязан с храмом. Он прямая, прямая поставка золота туда, где восходит сияние. Это нормально хотеть принести туда золото, где восходит сияние. И они туда пришли, приносили золото, друзья мои. Еще раз говорю, не потому, что если не принести, то это сияние меня убьет. Господь накажет. Не, ну Богу надо давать. Нет. Если у тебя такие мысли, ты в религии, в законе. Выбрось эти мысли. Они хотят туда давать. Точно так, когда ты видишь. Вот знаете, скажу таким простым инвестиционным языком. Ну какой дурак понесет свои деньги за акции ничего не стоящего предприятия. Но как только они видят, что все растет. Я иногда наблюдаю, как криптуны, там да, вот монеты эти, криптовалют. Только там биткоин падает, все его там тут же продают. Не надо, не надо все. Биткоин растет, начинают его покупать. Потому что хотят в природе человека инвестировать в то, что растет. Сияние восходит и люди туда вкладываются. Это не потому, что надо Богу дать, иначе он там накажет. Нет. Это инвестиция. И поэтому смена приоритета. Как у меня на работе. Я говорил, что нет. Я не хочу никакой работы. Моя работа, мой основной род деятельности вот это. Восходящее сияние. Расширять. Все, кто знает мое служение, видят его изнутри. Посмотрите, что мы делаем. Вся ставка на восхождение этого сияния. Те купальни, пророческие клубы, там, свидетельства. То есть, ходатайственные команды, светильники. Все работает на явление. Наши эфиры. Я молюсь все время за явление. Молюсь, чтобы люди исцелялись. И люди исцеляются на каждом эфире. На каждом эфире. Уроки расширяют. Люди открываются, как сыны. То есть, ну, это еще не то сияние, которое можно заметить всем неверующим. Я не отрицаю это, потому что это еще впереди. Но, как минимум, это заметно тем, кто хочет видеть сияние. Они посмотрят, вау, это ж сияние. И я захотел этого сияния. Я захотел этого, чтобы это было открыто. Чтобы здесь процветали люди. Я молился о том, чтобы это происходило. И точно так в твоем бизнесе. Если ты говоришь, мне нужен бизнес, чтобы мне жить, путь в никуда. Вот серьезно, я вам говорю. Кому ты будешь взывать? Каждый раз будешь взывать благослови мой проект, благослови мой договор. Нет. Тебе нужен мощный, открытый источник, явление, которое осветит твое золото, его умножение, его защиту. Это сияние, на которое придет клиентура, придет заказчик. И для этого тебе нужно взять храм нашего служения, либо другого, какого-то хорошего, где является Бог, и поместить его внутрь своего бизнеса. Сейчас я скажу, как это делается. Первое. Это смена приоритета. Ровненько этот храм придет в твой бизнес, он с ним вот так вот соединится. Если ты скажешь, что твой бизнес работает на храм, на явление. И мой бизнес работает на явление. Все. Значит, случается, как я говорил в предыдущем уроке. Хочешь ударить по храму, ударишь по бизнесу. Хочешь ударить по бизнесу, ударишь по храму. Они, как этот дворец Соломона, рядом с храмом. Храм не стал, друзья мои, бизнесом Соломона. Когда люди приходили в храм, послушайте меня еще раз вот этот момент, очень внимательно. Когда люди приходили в храм, они не выходили оттуда с продуктами для своей семьи. То есть, если нужны были продукты, да, человек приходил в храм, молился, но не выходил с продуктами. Таких историй там не описывается. Но каким-то чудесным образом, через вот это вхождение и выхождение в храм, государство процветало так, что слуги ели как цари. Понимаете? Каким-то образом этот храм что-то делал в жизни Соломона так, что он никогда... Мы коснемся в следующем уроке об этом. Соломон, друзья мои, услышьте меня. Он вырос у Давида. Давид никогда ничем не торговал. Он не занимался торговлей. Давид не строил ничего. Никакого храма. Он ничего вообще не строил. Практически ничего не строил. А что Давид делал? Он только воевал и пел. И поэтому научиться у Давида Соломону было нереально. Не строить, не торговлей заниматься. Именно поэтому Давид связался с таким человеком, как храм. Это был просто царь, который не верил в Господа так, как нужно было верить, по крайней мере. И учился у него. И когда мы будем проходить тему ресурсов, я объясню, почему верующие терпят крах. Потому что они хотят учиться. Знаете, вот они как... Вот как если бы Соломон реально пошел по стопам отца в этом вопросе, он бы не научился не торговать ничего. И вот верующие сегодня, они выглядят вот так. Они умеют только воевать друг с другом, отстаивать какие-то доктрины. В итоге нету не тех, кто умеет торговать, нету не тех, кто умеет строить. Все умеют только рубиться мечом Слова Божьего. Нету тех, у кого руки все в золото превращают. Ну мало очень. Нету тех, кто умеет что-то приумножить, инвестировать, как-то успешно все сделать, выстроить, как Соломон. И поэтому мы сегодня на этом курсе, друзья. В этом месте явление Бога. Я хочу это место, явление Бога, это служение, поместить внутрь твоего бизнеса. Если только ты согласишься поменять свой приоритет. Сказать этот бизнес, это, знаете, не как в какой-то секте, которая говорит, посвяти свой бизнес Богу, то есть отдай его нам. Нет. Это не та фишка, где я буду говорить, вот знаешь, давай процент отделяй, вот такой, надо планочку повышать. Ты все решишь сам. И никто тебя контролировать не будет. Но я хочу тебе сказать, просто начни с мысли. Может, ты даже изначально твоя вливание, инвестирование, оно не будет каким-то там большим или обязывающим. Но приоритет у тебя должен быть основной. Все, что здесь происходит, происходит для этого. Для того, чтобы явление Бога, это сияние расширялось здесь и сейчас. Итак, друзья мои, смена приоритета устанавливает храм прямо у тебя в офисе, прямо у тебя в бизнесе. Смена приоритета. Сначала там шла какая-то финансовая струйка в твою жизнь. И ты говоришь нет. Сегодня будет по-другому. Сегодня все золото будет в храме, в явлении Бога. Я буду с этого дня инвестором явления Бога. Как тебя отец будет вести, это уже другой вопрос. Но смысл в чем? Как только ты поменяешь это, вот весь неудачный бизнес, тяжелый, изнуряющий, превратится в увлекательное инвестирование дела отца. Ты увидишь, как сам отец, вот просто, тебе будет ощущение, что он включился в твой бизнес. Вау, сынок, а что ты тут делаешь? Да ну вот это все, вот этих выкинь, эти вот договора порви. Этого предателя пусть идет вообще. Все, очистит. Этого уволь, этого найми. Там, знаешь, с этим договорись. Это уже мы будем двигаться в следующих уроках. Почистить. Ты почувствуешь, что ты задышал. Ты почувствуешь, что ты не как-то пытаешься кусок из храма там это золото вытянуть. Нельзя из золотого города ничего. Туда нести надо. И поэтому направленность туда, направленность туда, она поменяет в твоем бизнесе все. Теперь ты больше не зарабатывальщик. Теперь ты больше не какой-то там горе-бизнесмен, который, знаете, там целью своей жизни поставил там купить машину, там квартирку построить. Нет. Ты теперь инвестор царства божьего. Явление. Не просто царство божьего, которое все, что хочешь называют сегодня. Явление. Вот где является. Туда. На сияние. Идет золото. С удовольствием считать. Знаешь, с таким кайфом. Извините за это выражение. С таким эйфорией. Сколько ты в этом месяце, знаешь, чтобы тебе это доставляло удовольствие. Точно так я приведу пример. Вот когда ты своим детям благотворишь, например, что-то влил в них там. Вау. Они там на отдых съездили или еще что-то. И ты аж эйфорию испытываешь. Вот точно так у тебя должно быть удовольствие, когда ты делаешь вот эти вещи в золотой город, в это сияние. Ты прям посчитал и такой. Знаешь, чтобы у тебя когда спрашивают, ты инвестор, а куда ты? Я в явление Бога инвестирую. И сказать, и много ты инвестируешь. И ты такую сумму там назвал, например, там бам. Да, Сеня. Ну мы растем в этом, растем. Там в прошлом месяце мы миллион долларов инвестировали. И ты видишь, как округляются глаза у этих людей. Куда инвестировали? Кому вы эти деньги отдали? А в этом месяце мы планируем уже там миллион двести дать. Да, мы все время такие растем в этом вопросе. И тогда знаете, что будет? У человека вопрос такой. Сколько же ты себе оставляешь? Если ты миллион инвестируешь, себе ты сколько тогда оставил? Вот мне нравится такое. Мне нравится вот такое. Знаете, нисколько я себе оставил. Говорят, владыки себе благотворят. Соломону удивлялись не потому, что он круто жил, а потому, что слуги его ели. Так, как царь ел. Вот чему удивлялась царица Савская. Сегодня, когда ты благотворишь себе, у меня машина за сто тысяч долларов. Все такие, ну, крутяк, молодец, здорово. А теперь эту же цифру примени. Говоришь, я сто тысяч долларов в этом месяце пожертвовал в явление Бога. И тебя спрашивают, и что Бог явился? А как явился в моем бизнесе? Это прям буквально я притянул этот храм в свой офис. Он все работает, фонтанирует, помазание. Вы понимаете, о чем я? Ну что ж, друзья мои. Последнее, что скажу про жилье чуть-чуть. Опять буду рекламировать свое служение. Я, как Петр, оставил все и пошел ради явления и Евангелия. Вот. И были в моей жизни моменты, когда я действительно, ну, старался изо всех сил, чтобы, когда я говорю оставил все, это и выглядело, как оставил все. Это было непросто, но смысл в том, я не такой уж бескорыстный, как кажется кому-то, а может и не кажется. Я, как Петр. Он сказал, а что мне будет? Иисус ему говорит, ну, знаешь, вот нету ничего такого, что ты на этой земле, вот посреди гонений оставил бы ради меня и не получил бы в сто раз больше. Сто домов. Петр такой слушал про сто домов. И такой, ммм, сто домов. Говорит, устроят сто домов? И я хотел, чтобы у меня было сто домов. Зачем тебе сто домов? Ну, потому что, когда ты без дома, например, да, из моих ста домов я бы мог один высвободить на тебя. Сейчас, например, я нахожусь на таком уровне славы и веры, да, вот познания, если тогда, вот познания, что я верю, что я могу высвобождать дома. И знаете, люди иногда думают, ну, вот ты просто подари дом, и тогда мы увидим, что ты его подарил. Друзья мои, высвободи дом. Мне лично одному сто домов не надо. Ну, надо, но для того, чтобы высвобождать их. И некоторые из вас, друзья мои, вы получите и уже получали, и еще получите. Эти дома не из-за вас, а из-за того, что я пошел. Сияние возникло. Кто-то получит дома от тебя, из-за того, что ты пошел, возможно. И сто домов тебе стал одевать некуда, ты стал их высвобождать. Мне сегодня не надо. Я в прошлом уроке говорил и говорю это еще раз. Я себя нахожу в таком состоянии, мне кажется, сегодня, друзья мои, я куда бы ни приехал, мне всегда будет где жить. Захочу, мой дом будет. Захочу, это будет просто временное жилье, чтобы не заботиться о нем. Мы еще будем за жилье говорить. Поэтому сегодня есть Петры, знаете, вот такие Петры, Петры, как правильно сказать, да, которые пошли, однажды пошли являть. Им дана власть иметь сто домов. Сто это просто цифра, я раньше говорил об этом. Это не именно сто, а если надо, то и сто. На самом деле, такую оговорочку сделаю, что когда Петру было сказано сто домов, если бы вы посчитали 2000 лет назад, сколько было стран на земле, стран, я думаю, что их бы было не больше, чем сто. То есть практически Петру сказали, да, в любой стране у тебя будет свой дом. В любой стране. Сейчас их где-то 200 стран. То есть сегодня бы это уже, наверное, звучало бы как, ну, 200 хочешь домов. В каждой стране по дому. Вот реально, приехал там в Непал, а там у тебя жилье. Приехал там еще куда-то, там жилье. Понял? То есть практически без ограничений. И это означает, что в каждой стране у меня есть власть иметь дом. В каждую страну я не приеду, но я могу дать его тебе сегодня, Иисус. Ну, ты сказал, что это мое. Раз мое, имею право дать. Вот хочу высвободить этому, он тому парню или он той сестре. И через это служение многие так получат. Не потому, что просто благодать на благодать. Ну, отец, он устроил таким образом, что есть Петры, которые высвобождают дома. Я сегодня хочу быть таким Петром. Павел знал этот секрет. Он говорит, мы нищие, но многих обогащаем. Как я уже сказал, нищие не потому, что не имеем, а наоборот. Именно потому, что мы приняли решение высвобождать, раздавать. Скажите, а если бы Петр востребовал себе 100 домов? Иисуса обещание бы не нарушилось. Было бы 100 домов. Иисус сказал, друзья мои. Итак, сейчас мы будем принимать причастие и молиться. Я хочу, чтобы вы, друзья мои, чтобы ты взял, подумал, согласен ли ты поменять приоритет. Конечно, легко это сделать сейчас тому, у кого еще нету бизнеса, но вы будете держаться этого понимания. Я уверен, что сегодня высвободил могущественный ответ для тех, кто не хочет работать, а хочет заниматься служением в полную. Это не начинается с бросания работы. Меня с предыдущей, последней моей работы практически попросили. Сказали, что мы смотрим в твои соцсети, на твой основной род деятельности. И смотрим, как ты работаешь здесь. Это две большие разницы. Там у тебя, в твоем храме, экспрессия, огонь. Там за уши не оттянешь, хочется слушать. А здесь ты просто выполняешь обязанности. Я говорю, да, это правда. Не могу служить двум господам. И я работал до последнего. Просто называл это подработкой, говорил это, да. И таким образом отец сам, он мне дал то, о чем я мечтал. Оно случилось. В бизнесе происходит, как я уже сказал, точно так же. Меня сейчас приоритет. Начинай инвестировать в явление Бога, в наше служение. Не стесняясь, я говорю об этом. В наше служение. Потому что я жажду делать больше. Жажду высвобождать больше. Жажду не думать о многом, о чем я все еще думаю немножко. И отец дал мне хорошее знамение. Я уже все вам в открытую рассказываю. Перед этим уроком я ходил ночью молиться на море. И как раз я говорил с отцом о вас, о вашем успехе. Как я всегда это делаю. И одна пророчица, представьте, она прям прислала, говорит, я сейчас молилась и видела, что ты с отцом. Вот ты сейчас с отцом, я знаю. Я стою с телефоном на берегу моря и такой думаю, вау. И она говорит, когда я видела, ну, твой лик, там прямо, говорит, большими буквами написано было успех. Шла трансляция. Успех. Успех. Поэтому, говорит, если ты даже переживаешь, что ты можешь что-то не успеть, или что-то может не получиться, вот я тебе говорю в твой дух успех. Я стоял, помню, ну, вот еще это вчера ночью было, и улыбался. Я говорю, вау, вау. Я пришел сюда говорить об этом. Поэтому сейчас я буду этот успех преломлять. Ты можешь с этой записью, вот пока еще есть это в доступе, прийти на офис, прийти в твое место, где ты пытаешься двигаться, в финансах, в процветании, включить эту молитву, потому что я сейчас буду созерцать престол бизнеса Отца. Стать вместе со мной, взять меня вот так за руку, чтобы между нами образовалась эта великая дверь. Он говорит, я посреди вас, я дверь. И прямо этот портал, эта дверь заработала могущественно в твоем начинании, в твоем бизнесе. Если ты уже состоявшийся бизнесмен, ты много лет этим занимаешься, приди, переформатируй это все, ну, заново. Будь Вадим Отцом, не делай ничего просто, лишь бы дать или лишь бы не дать. Делай все в этом потоке, потому что и я так делаю. Я не делаю что-то в своем служении, просто лишь бы сделать. Я делаю на эффект, на результат. Очень круто. И все получается. Итак, ты готов? Просто закрой сейчас свои глаза, побудь в этом. Сейчас наши стези будут источать туг. Помнишь, да, что храм освящает золото. Сначала храм, потом дома. Сначала храм, сначала храм. Слава, 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 слава тебе. Аллилуйя. 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 Просто стань в этом месте, которое будет служить храму. Это твой бизнес. Стань в нем. О, я сейчас вижу такой расширяющийся зрачок перед собой. Как око Создателя. Око Отца. Ух ты. Дай мне твою руку. Я прямо сейчас все, что имею, все явление Бога, которым наделен, как открыт, приношу сегодня и ставлю в центре твоего дела, пророчествую тебе, что каждый, кто будет приходить в это место, вместо твоего бизнеса, вместо твоего предпринимательства, твоего ремесла, каждый, кто будет приходить, будет видеть сияние, неуловимо, сам не понимая, возможно, но будет хотеть иметь с тобой дело, хотеть освещать деньги в твоем обороте, хотеть быть твоим заказчиком, твоим клиентом. более того, твои слуги, твои наемные работники будут избыточествовать пищей, их личные жизни будут налаживаться, их здоровье будет поправляться, и поэтому они не будут требовать, чтобы ты постоянно повышал зарплату, потому что не будет столько трат в их жизни, сияния сохранит их золото. Я прямо сейчас вижу сияющий престол, это огромное такое кресло, прямо как будто в офисе, как будто в деле, независимо, как бы невзрачно бы не выглядело твое место сейчас, где ты занимаешься этим предпринимательством. Прямо там стоит этот золотой, роскошный престол, которого не было и нет ни у одного царя земного. Престол Сына Божьего, престол явления. Я держу тебя за руку, мой друг, держи меня также за руку. Двое соглашаются, я сейчас высвобождаю это откровение, двое соглашаются, чтобы процветание через эту силу, которая сегодня течет из этого портала, уже начинает течь, разливается по месту твоей деятельности. Халлилюя! Я вижу, я вижу, как сейчас эта слава, точно как в храме Соломона, осеняет твой бизнес, является. И давай сейчас молиться вместе за людей, которые будут иметь с тобой дело. Отец, мы высвобождаем и провозглашаем это откровение. Кто будет приходить сюда, какая бы ни была нужда, она будет восполняема. во времена кризисов, ураганов, стихийных бедствий, эпидемий, этот бизнес, он будет благословением для людей, для работников, будет за счастье работать на это дело. потому что это дело инвестирует явление, как золото, освещаемое твоим явлением. Спасибо тебе, Отец. У меня еще есть желание молиться за людей, которые будут работать на тебя. У меня есть желание молиться за людей, которые будут твоими заказчиками. Все, 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 кто будут соприкасаться. Явление Бога будет захватывать их не ради золота, но золото будет служить инструментом захвата этих людей в славу. Спасибо, Отец. Нужды людей, все, кто будут иметь дело с этим бизнесом, нужды людей будут восполняться. Спасибо, Отец. Более того, у них будет приходить это желание, ощущение прибыли. Они будут уходить обогащенными. И все, что продается, все, что покупается, это будет благословением. Это не будет хитростью. Это не будет впариванием каким-то. Это будет благословением. Люди, для которых это благословение, именно такие люди будут приходить соприкасаться с этим бизнесом, с этим оборотом денег. Все, кто будут вступать в территорию этого бизнеса, этого предпринимательства, этого служения, они будут прозревать умом. Они не будут злиться, они не будут задерживать оплату, они не будут мошенничать. Вор сюда не войдет. Не войдет никакой жулик, никакой мошенник во имя Иисуса. Еще раз, еще раз. Я ставлю свои ноги прямо там, где ты занимаешься бизнесом. Поднимаю свои руки и слава течет, слава течет. Я прямо рвется это наружу, это пророчество. Я говорю тебе, не бойся. Теперь все новое. Теперь ты видишь новую землю и новое небо. Теперь золото, освящаемое славой и явление храма Господа Бога Всемогущего. И теперь я наполняю твой бизнес. Отец, я вижу тебя. Приходят в движение люди, приходят в движение финансы, слава распространяется. Я вижу, как небесная цивилизация, не организация, а явление, мир духов, мир сынов Божьих, мир сына Божьего, расширяется через взаимодействие освященного золота и славы, богатства и слава, а не в одной руке премудрости. Богатство и это сияние, это одно. Я благодарю тебя. Этот пакет два в одном, богатство и сияние. я сейчас прямо созерцаю какие-то офисы, сайты, много всего проходит перед глазами, и там этот золотой ветер. Если может даже кто-то сейчас будет покрываться этой золотой пылью, кто-то обнаружит как знамение деньги на карточке, в кошельке, в кармане. Это то, что происходит сейчас. Слава движется. Слава движется, как в храме Соломона она явилась. Я чувствую это сильная такая потрясающая слава. Она может пьянить, она может валить с ног, она может обогащать, вот прямо приходят уведомления о финансах. Это сильный праздник. Ликуй, мой друг, ликуй, ликуй. Если ты позволил этому приоритету сегодня меняться в своей голове, скажешь, я теперь инвестор, все, я больше не работаю на себя, я работаю, я богатый инвестор, я отстегиваю деньги для того, чтобы явление расширялось. Вот моя миссия, вот для чего я с неба сошел. Конечно, все остальное приложится. Ну и теперь становись посреди своего дела и нетление, как всегда, это нетление. Знаешь, что я сегодня говорю в твой бизнес? Все, что я сейчас высвобождал, во имя нетления, не закончится никогда. Нетление это Иисус, это Дух Животворящий. Принимай это и пусть у тебя все всегда будет только умножаться. Всегда ты будешь, как написано, головой, а не хвостом, наверху, никогда внизу. Всегда будешь давать деньги и никогда не будешь одалживать. Вот это жизнь. Давай, мой друг, нетление, это не закончится никогда. Отец, спасибо тебе. Отец, спасибо тебе. Я благодарю тебя, что золото храма освящается. благодарю тебя за это расширение финансов, в силе, в могуществе приобретения богатства и в могуществе обогащать. Халлилуйя. Друзья мои, я после этого эфира чувствую себя как не просто как миллиардер, а как создатель миллиардеров. Это просто. мы снесем этот Вавилон, все декорации, мы все будем богатыми. Мы уже богатые, но еще все увидят, что мы богатые. У нас все будет получаться, за что не возьмемся. Все будут хотеть иметь с нами дело. Я желаю тебе, мой друг, что со следующего урока мы с храмом вот эти два урока закончили. Все, храм уже в твоем бизнесе, главное, держи приоритет в голове, помни, кто ты. со следующего урока мы начинаем заниматься коммерцией Соломона. Что он там делал вообще, чтобы бабки водились вообще. До встречи в следующем уроке. мы нищие и многих обогащаем, это наша власть. Мы нищие себя называем не потому, что у нас ничего нет, а потому, что мы сделали дистанцию, отрешились, мы сказали, да это все ерунда, управление номер один. Ты поставлен на управление, поставлен как сын, на который ему поставили печать на лбу, раздавать хлеб жизни. Это сын, который не говорит, да мне козленка, сын, который раздает этих козлят, назначает урочно служанкам, меру хлеба выделяет. Мне не нужен миллион долларов, мне нужно миллион возможностей. Процветание! Не здесь! Процветание! Здесь! Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание! Субтитры субтитры